Ну давайте обсудим, как же реализовать данное задание. Какие будут классы? И что в них будет? Класс 1, токи, и что в них будет? Хорошо. Можно имя, фамилия, возраст. Можно так. Что еще будет? Конструктор. Что еще? Что еще? Это toString equals hashcode. Хорошо. В сеттерах будет валидация, правильно? И в сеттерах будут выбрасываться эксепшены. А какие? Ну то есть будет у нас там какой-нибудь student age exception, да? Student name exception. И они будут наследоваться от student exception. Хорошо. Это student. Студента обсудили, exception обсудили. Что еще будет? Ну да, класс на каждой exception. Класс группа. Что в нем будет? Массив студентов. Это что такое массив студентов будет? Поле. Поле массив студентов. Приватное. Хорошо. Что еще будет? То есть метод создания студента путем ввода с консоли. Какой-нибудь create student, да? Причем смотрите. Его можно расположить в группе. Его можно расположить в студенте. Если в группе это не статический метод, например. Если в студенте, это можно сделать статическим методом. То есть в студенте будет метод create student console. То есть метод фабрика. То есть можно там, можно там. То есть как бы с точки зрения текущей постановки задачи, как по мне без разницы. Если бы задача была более обширной, с более каким-то дополнительным набором функций, то может быть там было бы уже как бы принцнук. Было бы более конкретно понятно, где лучше. Да? Здесь как бы особо без разницы. Что еще будет? Метод добавления студента в группу. Да? Давайте еще добавим валидацию студента. То есть чтобы в группе не было одинаковых студентов. То есть перед тем, как добавить студента в группу, мы его проверяем на уникальность. Если такого студента в группе нету, добавляем. Если такой студент в группе уже есть, не добавляем. Следовательно будет еще метод там check student какой-нибудь. Или unique. Check unique. Хорошо. Что еще будет в группе? Ну, toString давайте сделаем. ToString в студенте. ToString в группе. Еще. Ну, можно name группить, сделать, да? С безымянной какая-то. Сделать конструктор. Зачем нам конструктор? Что не подойдет? Ну, его не хватит. Ну, он там может подойти, но... Зачем конструктор нужен? Размер массива какой будет? Ну, получается, все группы одинакового размера. То есть, по-хорошему, к конструктору, в качестве аргумента, приходит какой-то инт. Например, group size мы его назовем. И внутри конструктора уже создается массив требуемого размера. И ссылка на этот массив записывается в наше поле массив студентов. То есть, грубо говоря, поле просто мы объявляем. Массив студентов, да? А в конструкторе это поле инициализируем уже конкретным массивом. Ясно это? Ну, и name, например, тоже через конструктор группе зададим. И давайте еще, знаете, что можем сделать? Сделать метод, например, fillGroup. То есть, заполнить группу. Этот метод должен попросить ввести всех студентов в группе и записать их в массив. То есть, не так, что вызываем там добавить, 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 добавить. Просто fillGroup, он, пока вы весь массив не заполните, от вас не отстанет. Ясно? То есть, получается. Давайте подведем итоги. У нас есть класс студент. В классе студент name, age, минимум. Больше можно, меньше нет. В сеттерах проверяется валидность устанавливаемых студенту значения. Если значения некорректные, выбрасываем эксепшены. Создаем иерархию эксепшенов. StudentException, StudentNameException, StudentAgeException. Хотите больше, можно больше. Дальше. Создаем класс группу. В классе группа у нас поле name, поле массив студентов, конструктор. В конструкторе два аргумента. Name, group size. Внутри конструктора создается массив студентов заданного размера. Также в группе у нас метод, например, addStudent, createStudentConsole, fillGroup и checkUnique. Как эта связка работает? fillGroup перебирает в цикле все элементы массива. И для каждого элемента массива вызывает метод addStudent, давая ему индекс, в какую позицию студента мы хотим добавить. addStudent вызывает метод createStudentConsole. получает от этого метода студента, дает этого студента методу в чек студент. Если этот студент уникальный, добавляет его в массив. Если студент не уникальный, массив его не добавляет. где-то так. То это я вам так свое видение дал, чтобы вас направить в каком-то направлении. Ну а там как бы вы же сами архитекторы. Можете как-то по-другому реализовать. Главное, чтобы студенты добавлялись в группу с консоли, и они там были уникальными. В группе. Вопросы. Понятно, что делать? Тогда запись я останавливаю. Вперед. Вопросы. 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 Вопросы.